Здравствуйте, дорогие зрители! Представляем вашему вниманию видео, которое посвящено городу Сесиану. Сесиан расположен на горной части юга Армении, является колыбелью армянского народа. Съемка в каждой местности длилась один день, и мы фильм представляем по дням. Итак, день первый. В этом доме я жил и вырос, а когда женился, то построил этот дом. Это церковь Святого Уванеса, построенная в 6-7 веках. Мы находимся около церкви Святого Уванеса, и это место называется Ца-Кар-крепость, то есть камень с отверстием. В древние времена коренные жители верили в чудодейственную силу этого камня и исцелялись после того, как они проходили через отверстие этого камня. Наши предки говорили, что, проходя через это отверстие, заново рождаешься. Мы находимся на территории Зурад-Скар-Эль, дословный перевод «камни-воины». Это историческая местность, которая во всем мире принята считать как обсерваторию древней цивилизации. Здесь находится и жилище первобытного человека. День второй. Мы посетим Тигранадзор. Длина Тигранадзора составляет от 8 до 10 километров. И когда спускаешься по ущелью, на скалах можно увидеть многочисленные интересные рисунки. То один петроглиф больше похож на существо неземного происхождения. Здесь мы случайно увидели медведицу с медвежонком, властелина этих гор. Но так как эти звери опасны и непредсказуемы, мы быстро сняли эту картину и покинули их территорию. День третий. Мы находимся в селе Агиту. Через село в древние времена проходил Шелковый путь. Здесь тогда находилась армянская кавалерия. А это памятник 7 века в греко-византийском стиле, который называется Триумфальная арка. Сейчас мы находимся в обороте Наванги. Эта церковь была построена в 10 веке. На наружных стенах церкви очень интересные оттиски арийских символов, кресты, пирамиды, сцены соколенных охот и борьба человека с драконом. На пути в село Лоцен мы остановились около горячего источника Урут. Ичебные свойства этого источника притягивают отдыхающих и туристов. Отсюда мы поедем в село Лоцен и села Лоцен, а другая дорога ведет в живописное место, которое называется Спитак, то есть Белый источник. День 4. Этот день мы из Сисяна поедем по юго-восточному направлению и приедем в село Дарпас, где недавно была построена церковь Святого Стефаноса. При выезде в село Лор мы остановились у часовней Спитак-Хач, Белый крест, а потом зашли в церковь Святого Георгия, построенной в 1966 году. Из села Лор поехали в село Шенатах. Там в горах находится Арцвакар, камень орла. Стоя у крепости и смотря на камень орла, становится понятно, что его создал Бог. Это огромная скала и ее высота 196 метров. По нашим данным, она самая большая на Южном Кавказе. День 5. Мы находимся на пути, которая ведет к Сюнац Джермахпюр. Сюнац – это Сюникские горы. Джермахпюр – горячий источник. Итак, этот целебный источник находится в горах, высота которого 2500 метров над уровнем моря. В этой воде содержится большое количество полезных микроэлементов. Выходя из источника, намазываем на тело грязь, принимаем солнечные ванны, потом возвращаемся в воду. И так несколько раз. О полезных качествах этой воды говорит тот факт, что около воды растет зеленая трава, и в воде живут лягушки даже зимой. И когда мы спускаемся с гор, то чувствуем, что мы помолодели. Горячая вода с полезными газовыми пузырьками, грязь и высота способствуют укреплению здоровья человека. Этот источник называют еще источником возрождения. Здесь наблюдается положительный эффект у больных с нервным, костно-мышечным заболеванием и бесплодием у мужчин и женщин. После принятия этих ванн многие больные чувствуют себя намного лучше. День шестой. Выезжая из Сесиана по направлению монастырь Татеев, недалеко от села Вагуты, рядом с трассой, через 5 километров мы остановились около Порта Хара, камень-пупок. И на самом деле этот камень похож на человеческий пупок. В древние времена бесплодные женщины в сопровождении народного целителя приходили сюда и совершали следующий обряд. Они ложились на камень-пупок так, чтобы их пупки соприкасались и с помощью целителя делали комплекс вращательных движений. И после нескольких сеансов у большинства женщин появлялись дети. Я, как врач-гинеколог, думаю, что эта процедура играла роль гинекологического массажа. Или в каменном пупке есть положительное магнитное поле. Недавно над ущельем здесь была построена самая длинная канатная дорога в мире до монастыря Татеев. Мы также побывали в Татеевском монастыре, который находится в 60 километрах от Сесиана. В древние времена через эти горы проходил шелковый путь. А сейчас по этой дорогой мы поедем в село Лацень. Через 6 часов после выхода из Татеева мы, отдыхая и собирая лечебные травы, преодолели 16 километров и приехали в село Лацень, получив огромное душевное облегчение. День седьмой. Мы приближаемся к историческому памятнику Сурк Вартана Зуравара, святого Вартана Зуравара, который находится в селе Ангиракот. Каждый год в предпоследнее воскресенье июля местные жители и жители Армении собираются у этого памятника, чтобы присутствовать в церемонии. Как известно, в 301 году армяне впервые в мире приняли христианство как государственную религию. После этого возникла проблема с Персией. Ишах Аскерт II захотел, чтобы армяне отказались от христианства. В 451 году произошла героическая Аварайская битва. Полководцем армянских войск был Вартан Мамиконян. И они защищали христианскую веру. В этом бою Вартан Мамиконян был тяжело ранен. И после смерти его похоронили на этом месте. И на могиле построили этот памятник. К северу от села Агиракот находится место, которое называют Аллеей Хачкара. Эти древние камни свидетельствуют о нашей религии. Заслуживает внимания тот факт, что на камнях есть не только христианская символика, но и другие очень интересные рисунки, которые представляют большое историческое значение. День 8. Мы сегодня приехали в Ухтасар, который находится в 25 километрах от города Сесиана и на высоте 3200 метров над уровнем моря. Это место примечательно тем, что на скалах много петроглифов животного мира того времени. Казлы и олени, тигры, собаки, леопарды, медведи. Сцены охоты и танцев, которые были сделаны много тысячелетий назад. По нашему мнению, эти петроглифы изготовлены по уникальной технологии, потому что на тех скалах, где изображены рисунки, не растет мух. Особое внимание заслуживает петроглиф с изображением женщины. Талия, грудь, отдельные пальцы на руке. Фактически, во времена этой цивилизации было особое отношение к женскому полу, олицетворяющее материнство и начало жизни. Также на камнях изображены нам неизвестные морские животные. Отсюда вывод. Здесь кругом была вода после большого потопа. Также представляет инцидес петроглиф, который очень похож на Адама, Еву, запретного плода и змею. Мы думаем, что наш фильм понравился вам и вызвал интерес, поэтому мы ждем вашего визита в Сисян, где вы получите приятное и незабываемое впечатление.